МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости моего города в студии Ларисы Михеевой. В начале выпуска коротко о главных событиях. Легенда большого спорта в Кузбассе. Доносить ту информацию, тот багаж знаний, которым я владею. Федор Емельяненко проведет семинар для тренеров Сибири и Дальнего Востока в областной столице. Увидеть мир своими глазами девочке помог дельфин. 11-летняя Яна Мазурок из Кемерово прозрела после общения с морским целителем. Облучись и будь здоров! Пока кузбассовцы ленятся пройти флюорографию, количество заболевших туберкулезом растет с каждым днем. Его спортивным талантом восхищаются голливудские актеры Чак Норрис и Жан-Клод Ван Дам. Майк Тайсон называет его своим любимым бойцом. Он легенда российского спорта. Сегодня в Кемерово по приглашению губернатора Омана Тулеева приехал президент Союза смешанных единоборств, многократный чемпион мира Федор Емельяненко. Всюду следовала за кумиром и Татьяна Савельева. Легендарный боец Федор Емельяненко, которого в спортивном мире нарекли последним императором первым делом, отправляется в епархию, чтобы получить благословение митрополита на запланированные в столице Кузбасса дела. Здесь у трехкратного чемпиона мира по смешанным единоборствам встречают поклонники ребята из Братства православных следопытов и военно-патриотического отряда «Русь». Емельяненко известен не только своими спортивными подвигами, но и помощью в строительстве храмов, благотворительностью. Пока владыка Аристарх и Емельяненко беседуют о духовных вещах, счастливые обладатели автографов обсуждают прошедшую встречу с кумиром. Фотографии пойдут все ребятишки, те, кто с нами приехал. И, конечно же, как гордость будет в клубе у нас висеть. Так тоже друзьям взяли автографы. Следующий пункт в программе российского спортсмена «Губернский центр спорта Кузбасса». Здесь легендарного бойца ждут журналисты. До пресс-конференции по поручению губернатора области Федору Емельяненко вручают орден почета Кузбасса. Беседа с представителями СМИ начинается с вопроса о возрождении норм ГТО и цели визита. У нас более такой рабочий визит. Мы будем работать с тренерами, доносить ту информацию, тот багаж знаний, которым я владею, я постараюсь донести. Плюс вся моя команда, все, кто занимается смешанным боевым неотборством, мы будем проводить семинары и аккредитовывать тренеров, судей. Развитие смешанных единоборств в России, съемки в кино, тайский бокс, вопросы о том, как привлечь детей в залы. Разговор с журналистами получается увлекательным. Представительницы прекрасного пола тоже интересуются единоборствами. Для женщин я бы все-таки советовал быть более внимательными в выборе своей сильной половины, чтобы вам не приходилось тыкать кого-то, чтобы он защищал вас от подобных ситуаций. Сам спортсмен не сторонник того, чтобы девушки занимались единоборствами, считает лучше, к примеру, художественная гимнастика. Что же касается мужчин, сегодня и в течение двух ближайших дней для тренеров Сибири и Дальнего Востока Федор Емельяненко проведет семинар. Татьяна Савельева, Константин Червяков. Новости моего города. Кузбасские работодатели задолжали своим сотрудникам почти 90 миллионов рублей в этом году. То есть около 6 тысяч человек сейчас сидят без зарплаты. Сегодня об этом заявили на заседании областного штаба по финансовому мониторингу. Самое неприятное, что среди тех, кто не платит работникам, шесть угольных предприятий. В основном это шахты и разрезы города Прокопьевска. Они задолжали 35 миллионов рублей. Администрация области обязала их вернуть людям деньги до апреля. Штаб по финансовому мониторингу не только инструмент, так скажем, выбивания долгов. Нет, это инструмент того, чтобы анализировать ситуацию в конкретных предприятиях. Мы, это направление взято достаточно давно в качестве основного. Мы смотрим в том числе те организации, которые декларируют убытки. Если они устойчиво и давно работают с убытками, значит что-то не так. Либо в решениях менеджмента, либо какие-то есть объективные причины. Мы разбираемся на заседаниях штабов, пытаемся найти сообща, некие решения. Владимир Путин предложил снова сдавать нормы ГТО школьникам. Сказал, хорошая была практика в Советском Союзе. Сейчас ее нужно вернуть. Кстати, в Кузбассе ГТО возродили еще три года назад. Правда, у нас стандарты названы ГТЗО. Готов к труду и защите Отечества. Получается, теперь вся Россия последует к примеру Кемеровской области. Нормативы нужно сейчас вводить, но они должны быть гибкими и они должны соответствовать уровню физического развития ребенка, да и вообще человека. Нельзя завышать эти требования, чтобы до инфаркта никого не доводить. Но должна быть система ориентиров. Более того, считаю, что оценка уровня физической подготовки школьника, сдавшего нормативы по этому комплексу, о котором я сказал, обязательно должна быть отражена в документе об образовании и учитываться при поступлении в ВУЗы. Накануне в интернете появилось шокирующее видео. Пьяный хозяин повесил пса, пишет новостной портал Сибдепо. Камера, установленная в одном из питерских многоэтажных домов, зафиксировала, как молодой человек с собакой на поводке собрался отправиться на лифте домой, но перед самым закрытием дверей собака вышла из лифта. Поводок отошенника пса уехал вверх вместе с хозяином, потащив за собой собаку. Соседи видели происходящее, но никто не кинулся спасать пса. По неофициальным данным, владелец собаки был пьян. Дельфин – человеку друг и врач, так считает 11-летняя Яна Музурок из Кемерово. Девочка родилась со страшным диагнозом – ДЦП и полной слепотой. Врачи поставили на ней крест и сказали, что она никогда не сможет видеть. Вопреки приговору Яна и ее семья они теряли надежды на чудо. Поездка в Евпаторию изменила ее жизнь полностью. О нетрадиционном методе лечения морского целеселя расскажет Оксана Фолина. Яна Музурок – единственная дочь в этой семье. Девочка была долгожданным ребенком. Анатолий и Алла мечтали о рождении крохи. Так случилось, что Яна появилась на свет недоношенной. Весила всего 1650 граммов. Когда врачи объявили о страшном диагнозе ДЦП и о проблемах со зрением, родители поклялись друг другу поставить дочь на ноги и сделать все, чтобы однажды Яна увидела их любящие лица. Несмотря на уговоры врачей оставить ребенка, они забрали ее домой. Где только девочку не лечили, родители цеплялись за соломинки, за любую возможность хоть как-то помочь Яне. Однажды девочке приснился сон. Она играла с дельфином, который пообещал ее вылечить. Родители, поверив своей единственной дочери, увезли ее за 5000 километров к Черному морю, в Крым. На поездку собирали чуть ли не всем миром. Меня само удивило, когда он прикасался к колбу, где именно у него головные были. И вот знаете, они в воде, вода просто как шевелится, и какое-то замирание у них было, качаются так в воде. И она как-то замирает, и он. Она говорит, я не помню, у меня как будто, как сказать, отключалось все, как она это. Наверное, видимо, вот это и лечение было. Среди огромного количества дельфинов Яна выбрала лишь одного, которого по странному стечению обстоятельств звали Ян, и он тоже не мог видеть. Я очень удивилась, я такая вот, мне назвали его имя Ян, а я такая стою, я удивилась просто, как его может звать Ян, может быть, как-то Бонни его зовут. А тут вот мое имя, меня зовут Яна, а его Ян. Как-то вот удивилась очень. Ой, крутит тебя, ой, как крутит. Что это, чудо или милость Господня, остается только гадать. Но Яна, пройдя несколько сеансов так называемой дельфинотерапии, прозрела. Мечта родителей сбылась. Девочка теперь знает, как выглядят ее мама и папа, и не налюбуется своим лучшим и пока единственным другом Яном. Я вижу, да, вот сейчас это я вижу, даже мама в черном одета, она очень хорошо выглядит, красивая она у меня. Ой, ты такой хорошенький. Ой, я глазу тебя, да. Ты такой маленький. Ты такой хорошенький. Маленький. Я тебя вижу, ну, маленький. Сегодня Яна Музырок знают во всем мире. Это трогательная история о морском целителе 11-летней девочки из Кемерово еще не скоро забудут. Яна благодарна всем, кто ей помогает. И с особым трепетом рассказывает про Андрея Малахова, который пригласил ее на свою передачу. Яна с детства не видит и не может ходить. Но год назад произошло чудо. Яна прозрела. И она считает, что помог ей в этом дельфин. Я очень этому дельфину благодарна, что столько для нас делал. Чтобы Яна стала полноценным ребенком, ее нужно поставить на ноги. В Израиле крупнейшей клиники мира родителям пообещали помочь. Если их девочка начнет ходить самостоятельно, у нее появится возможность строить свое будущее. Родители, они ведь не вечные. Оксана Фолина, Дмитрий Фокин. Новости моего города. А если ваш ребенок серьезно болен, а врачи говорят, что он неизлечим, но вы, несмотря ни на что, боретесь за его жизнь, звоните нам. 8 933 300 0300. Возможно, именно вы станете участником программы «Горячая линия» в это воскресенье. Кузбасс, увы, лидирует среди сибирских регионов по количеству заболевших туберкулезом. Однако на флюорографию люди идут из-под палки. Об этом рассказали врачи 5-й поликлиники города Кемерово. Сегодня стартовала декада борьбы с туберкулезом, и медики поехали в районы, где больше всего возможных заразившихся. Всем желающим проверяли легкие и рассказывали о профилактике. Простые правила вспомнили и мои коллеги. Синюю машину с ярко-красной кричащей надписью видно издалека. Передвижные флюорографические установки курсируют по городу и останавливаются у общежитий. Именно здесь проживают люди из зоны риска. Неработающие, снимающие жилье и поэтому не прикрепленные никакому медицинскому учреждению, ведущие социальный образ жизни. Особого ажиотажа у машины не наблюдается. И даже то, что проверить свое здоровье можно бесплатно, не очень-то привлекает горожан. В день пациентов в передвижных установках бывает человек 70-80. Но есть и сознательные граждане. Я бы по телевизору услышал и пошел, что будет на Октябрьском стоять и здесь вот. И пришел сюда. Смотрю, стоит машина. И почему бы не пройти для себя, для здоровья? Узнать как. 200 человек в день. Такова ежедневная статистика посещения кабинета флюорографии в поликлинике номер 5. Но, как сетуют врачи и рентгенологи, сами по собственному желанию люди к ним не приходят. Визит на полезное облучение – результат требования работодателя, либо рекомендация лечащего врача. Получается, что в Кузбассе, который занимает лидирующее место в сибирском регионе по заболеваемости туберкулезом, граждане предпочитают переложить ответственность за свое здоровье на чужого дядю. Хотя бы раз в год делать. Ну, профилактика, как это же туберкулез. Профилактика туберкулеза, каких-то, наверное, легочных заболеваний. Хорошо и правильно питаться, вести здоровый образ жизни и регулярно обследоваться у специалистов. Правила профилактики туберкулеза нехитрые и большинству хорошо известны. В декаду борьбы с болезнью медики запланировали проведение круглых столов, демонстрацию рекламных роликов на светодиодных экранах города и, конечно, беседы с пациентами. У нас в поликлинике есть центр здоровья, где каждый человек может подойти и получить все необходимые советы. Его там протестируют, выявят уровень его здоровья. И все необходимые рекомендации именно для этого человека ему все распишут, объяснят. От нас, обычных граждан, требуется только одно – не забывать раз в два года прийти в рентген-кабинет и захватить с собой паспорт. Трусишки и скептики должны знать, что уровень облучения современного флюорографического оборудования такой же, как от сотового телефона или телевизора, а польза несоизмеримо больше. И еще, болезнь не щадит ни бедных, ни богатых. Никто не застрахован от заражения туберкулезом. Единственный способ обезопасить себя – визит в кабинет флюорографии. Алексей Поляков, Людмила Казаченко, Станислав Грушевский. Новости моего города. В Березовском пенсионерка поменяла 10 тысяч рублей на купюры банка приколов. Это такие книжные закладки, которые продаются в любом киоске. На улице к бабушке подошла незнакомая женщина. Сказала, что она местный почтальон, и ей нужно разменять две пятитысячные банкноты. За это пообещала подарить тысячу рублей. Пенсионерка обратила внимание на то, что купюры, которые ей дают, как-то странно выглядят. На это незнакомка сказала, что сейчас идет реформа, и скоро все деньги будут такими. Сейчас мошенницу разыскивает полиция. Деньги меняют. И сказали, мы вот эти деньги забираем, сдаем, они больше уже действовать не будут, эти деньги. А вот новые и подает мне какие-то вот такие длинные, цветом розовые.